В день, когда весь Крым праздновал годовщину референдума о воссоединении с Россией, неизвестные лица решили отжать у законного арендатора полигон твердых бытовых отходов и соседнюю производственную базу в селе Тургенево Белогорского района. Подробнее о незаконных действиях в преддверии законного праздника расскажет Эдуард Сторов. Полигон и базу захватили с самого утра. Тут, кстати, работает мусороуборочное предприятие, которое обслуживает четыре района республики. Не пускали никого, в том числе и администрацию. Сюда прибыли охранники, в количестве сюда девяти человек, непосредственно туда на место, на полигон, в количестве двух человек. Заблокировали входы, выходы на территорию. Пришлось вызывать правоохранителей. После их приезда ситуация поменялась. Рабочих пустили на базу, машины вышли на линию. Тем не менее, охранники территорию не покинули. Говорить с нами тоже отказались. Все проблемы к руководству. А можно номер телефона руководства хотя бы? Нет, нельзя. И больше никакой информации. Но рабочие уверяют, это все проделки бывшего директора и его товарищей, которые уже несколько месяцев занимаются беспределом на полигоне и даже угрожают рабочим. Диспетчер здесь, который непосредственно, Яремчук, работает, что в его адрес они угрожали. Да, такое было. За моей спиной находится тело полигона. И там сейчас кипит работа. Причем работа незаконная. Неизвестные люди собирают пластик и бумагу для дальнейшей переработки. Тут даже установили небольшие цеха. Собранные материалы прессуют и увозят. Куда везут, неизвестно. Не знают этого даже рабочие, которые не местные. Живут рядом, в палатке. Говорят, устроились по объявлению. Работа не тяжелая, зарплату платят регулярно. Вот, берем кордон. Ложим сюда, прессуем. Чуть позже приехали и руководители незаконного подряда. По крайней мере, руководителями их называют именно рабочие. На диалог данное руководство идти не захотело. А можно вас попросить рассказать, кто вы? А ты кто такой? Я журналист. Ну и все. Первый крымский Крым-24. Я рад, пожалуйста. А это ваше предприятие? Я еще раз говорю, я не хочу разговаривать. Люди эти, опять же, по словам рабочих, представители Карачаева-Черкесии. Это подтверждает и номер на машине. Они якобы представляют предприятие Крымснаб, которое должно было заниматься мониторингом отходов на полигоне. Договор с ними заключал бывший директор мусороуборочной компании. На деле же род деятельности совсем другой. После того, как сменилось руководство нашего предприятия, написали официальное письмо в адрес Крымснаба о том, что именно так прописано в договоре, что у нашего предприятия есть право в одностороннем порядке расторгнуть договор, ввиду того, что ими не выполнены определенный ряд задач, которые они брали на себя. Проблемой уже занимаются правоохранители. А пока неизвестные продолжают свой незаконный промысел, игнорируя претензии мусороуборочной компании. Эдуард Здоров, Александр Смычек. Время новостей. Белогорский район.